Сегодня мы говорим о встрече с Аллахом, о смерти, о нашем предстоянии между Всевышним и Аллахом. Всевышний Аллах говорит «Короли и амиры, ангелы, силачи, ученые, о обладатели высоких должностей, правители, ответственные лица, обладатели важных чинов и тронов. Смерть — это истина, и мы непременно вкусим эту смерть, испытаем приближение смерти и тягость смерти. Смерть не только для грешников, смерть — она для всех. Когда мы говорим о смерти, мы не должны думать, что она только для того, кто пьет вино. Мы не хотим пугать смертью прелюбодеев и грешников. Мы хотим, чтобы все мы задумались о смерти. Король умирает, амир умирает, имам смертен, хатыб смертен, ученый смертен, муфтий смертен, пророки умерли, сподвижники умерли, ученые умирают, проповедники умирают, все умирают, я умру и ты умрешь. И что потом? Мы закончили? Нет, мои уважаемые братья. После смерти нас ожидают разные события. И простите меня, все мы беспечны, кроме тех, над кем смилостивился Аллах. Мы забыли о ней. Клянусь Аллахом, забыли. Смотрели телевизор и забыли о смерти. Смотрим на женщину, забыли о смерти. Гуляем по магазинам, забыли о смерти. Может ли тот, кто думает о смерти, включить какую-нибудь песню? Кто-то вспоминает о смерти и заказывает на свадьбу своей дочери диджея. Кто-то вспоминает о смерти, но при этом забывает о своем Господе и просыпает намаз. Смерть! Аллах не сказал к могущественному, аль-джаббару. Аллах не хочет просто запугать нас смертью. Нет, Он лишь хочет нас предупредить. Послушайте о короли, о миры, министры, ученые, муфтии, проповедники, молящиеся, о оставившие намаз, о аулия, о грешники, о мусульмане, о каферы. Когда юноша смотрит на девушку посреди базара, он наслаждается этим запретным взглядом. Но если бы он представил, что он сейчас перед Аллахом, он, клянусь Аллахом, даже не подумал бы о том, чтобы посмотреть на нее. И та девушка, которая пошла на рынок и не надела полный хиджаб, что было бы, если бы она вспомнила, что она сейчас перед Аллахом, что Аллах спросит ее за это. И тот проповедник, который отказался вести да'ват, что если бы он вспомнил, что он сейчас перед Аллахом, и что Аллах спросит его за его да'ват. В день, когда все общины встанут на колени, в густом мраке своего несчастья, чтобы дать ответ на вопрос «Ответили ли вы посланнику, что мы скажем в тот день?» В день, когда мы предстанем перед царем всех царей, смерть — это кубок, и все люди выпьют из него, смерть — это дверь, и все люди зайдут через нее. Рай или ад, победа или проигрыш, достоинство или унижение, продвижение или отставание, возвышенность или униженность. И мы просим Аллаха проявить доброту к нам и нашему положению. Всевышний Аллах говорит, и задумайтесь над Его словами. Мы сейчас присутствуем на лекции о смерти, но, клянусь Аллахом, сами убегаем от нее. Я и вы, все мы убегаем от смерти, мы не хотим ее, даже когда слушаем лекцию о смерти. Так что же будет, когда мы погрузимся в нашу дунью, в наши страсти, пойдем на рынки, сядем перед экранами телевизоров, наших компьютеров? Что мы будем делать? Даже если на лекции мы боимся смерти, так как мы к ней относимся в нашей мирской суете? Всевышний Аллах говорит, зачем вы убегаете от смерти? Смерть перед вами, она настигнет тебя, настигнет, не пройдет мимо. Ты придешь к тому дню, ты сам достигнешь того, установленного тебе срока. И смерть, уважаемые братья, это переход с одной обители в другую. Переход от макияжа, украшений, благовоний, духов, мытья, кремов, красивой и дорогой одежды. Переход от вилл, больших машин. Переход от рынков и собраний. Переход от кондиционеров. Переход с этого мира в червя. Переход к тому, чтобы ты оказался среди других могил. Это переезд в темноту, когда ты останешься с теми делами, которые успел совершить. Заканчиваются украшения той молодой девушки, которая сделала макияж и вышла на рынок. Клянусь Аллахом, если бы после ее смерти мы предложили ей украсить себя платьем, она бы не захотела это платье. Но в этой дуне мы словно сумасшедшие. Мы забыли нашу большую ответственность. Мы беспечны, беспечны. Если кто-то из нас, уважаемые братья, сейчас умрет, будет ли он думать о том, известен ли он среди людей или нет? Хорошо. А как мы сегодня утруждаем себя ради славы? Как мы устали от попыток стать известными? Люди пишут в Твиттере, чтобы стать известными. Люди открывают себе странички в Фейсбуке, чтобы стать известными. Люди открыли сайты в интернете ради славы. Люди оделись в определенную одежду. Зашли в ней мечеть, чтобы стать известными. Люди надевают бишты в каком-то определенном стиле на свадьбу, чтобы прославиться. Девушки одевают абаю каким-то странным способом, чтобы стать известнее. Все кричат «Я, я!» А Аллах говорит «Нет божества, кроме меня. Мы несчастны. Мы беспечны. Мы не думаем о том, что от нас требуется. Они подготовили тебя для какого-то дела. И если ты вник в него, будь выше того, чтобы пастись рядом с беспризорными верблюдами». Смерть — это переход. Удивительный переход. Прошу вас, братья, прошу. Как я и говорил, мы не хотим, чтобы эта лекция была просто словами. Прочувствуйте сейчас все это. Смерть — это переход, который унесет тебя из твоей повседневной жизни к чему-то другому, где нет движений, где покой, где нет никаких дел. Умар сказал «Сегодня дела, но нет расчета. А завтра расчет, но нет дел. Завтра не будет никаких дел. И какое у тебя будет положение в могиле? У тебя умирал кто-нибудь из родственников? Я хочу, чтобы ты представил себе его положение в могиле». Ученые говорят, каждый раз, когда ты хочешь испытать смирение перед Аллахом, при вспоминании о смерти, вспомни своих умерших родственников. Представь своего отца или брата. В каком положении они сейчас в могиле? Вспомни, сестра моя, одну из твоих сестер, или твоего отца. Сейчас он один в могиле. Как он живет, будучи одиноким в своей могиле? Если ты похоронил кого-нибудь сегодня, или вчера, как ты думаешь, какая ночь ожидает покойника? Одиночество. Ты сам не можешь спать в одиночестве. А он сейчас в полном одиночестве. Его сон будет очень долгим. И пробуждение от него будет только перед Всевышним Аллахом, когда и будет произведен расчет. Говорят, что когда умер имам Аль-Газали, у его головы обнаружили клочок бумаги. На ней он написал следующую кассиду. Он говорил в ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аль-Газали считал, что это тело, которое мы так холим и лелеем, делаем макияж, душим его, представляем его людям, на самом деле это клетка. Это клетка. Вот это то, что ты сейчас видишь. Это клетка. Аль-Газали говорит, я птица, которая была в клетке. Я был душой, которая находилась в тюрьме. Но хвала Аллаху, Аллах освободил меня, и я вернулся к своему Господу. Смерть имеет удивительные переходы. Сколько бы мы ни говорили о ней, мы не можем ее себе представить. Эта смерть по-разному воспринимается людьми. Что касается невежды, то он переживает за смерть круглыми сутками, потому что знает, что его лицо почернеет перед Аллахом. О, Аллах, не делай нас из их числа. Как тот, кто оставляет намаз, совершает разные мерзости. Женщина, которая выщипывает брови, и знает, что в эту ночь она заснула проклятой. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, сказал, Аллах проклял женщин, которые выщипывают брови, и которым выщипывают брови, которые делают татуировки, и которым делают татуировки, которые распиливают зубы для красоты. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, также проклял тех, кто вешает себе на голову накладные волосы, и тех, кому эти волосы подвешивают, и ту, которая выщипывает свои брови. Пророк да благословит его Аллах приветствует, проклял женщин, делающих татуировки, и тех, кому эти татуировки делаются. Хорошо, если эта женщина, которая выщипывала свои брови, будет знать, что в эту ночь она будет проклята на небесах, проклята перед Аллахом, ее муж рядом с ней, и она проклята, готовит еду детям, будучи при этом проклятой, пошла в мечеть, будучи проклятой, вышла из мечети, будучи проклятой. А если бы она вспомнила о своем грехе, который совершила? Она же боится смерти. Она говорит, я не хочу умирать так, Не хочу заходить в могилу, будучи проклятой. Я каюсь перед Аллахом и прошу у него прощения за свое деяние. Невежественный в религии человек всегда переживает и боится, потому что он ничего не сделал для своего ахирата. Каждый раз, как он вспоминал о смерти, он ложился спать. Каждый раз, когда он вспоминал о могиле, его беспечность только увеличивалась. И вот он боится, переживает. Что касается второго, то это кающийся. Он боится смерти, он ненавидит ее. Но этот страх, это не страх перед Всевышним Аллахом, а страх встретиться с Аллахом, с делами, которые не поддержат его перед его покровителем. Это кающийся. Что касается третьего, то я прошу Аллаха сделать меня и вас такими. Такого вида. Такой человек знает Аллаха. Тот, кто знает Аллаха, не боится смерти, потому что знает, что смерть для него – отдых от всех ответственностей в Дунье. После смерти не надо делать намаз, держать пост, делать хадж, выплачивать закят. Не надо опускать взор и охранять органы тела от грехов. После смерти все. Ты обратишься к Всевышнему Аллаху безо всяких обязательств. Ты отправляешься к самому милостивому из всех милостивых, к наищедрейшему, к наидостойнейшему. Я прошу Аллаха сделать меня и вас из числа тех, кто знает Аллаха и направляется к Нему, кто со страстью радуется своей предстоящей встрече с Аллахом. Задумайтесь над этим, братья. Мы читаем эти аяты, но иногда словно читаем их для других, а ты прочитай их самому себе. Читай их так, словно ты сейчас слышишь, как ангел говорит тебе. Задумайся над этим, шейх. Представь, что это голос ангела, который обращается к тебе. Он говорит тебе, радуйся, не бойся смерти, не бойся могилы, не бойся встречи с Аллахом, не печалься по своей жене и детям, по дому и уделу. Нам было поручено сказать это тебе. Аллаху Акбар. О, Аллах, сделай нас из числа тех, кого поддерживают такими словами, когда душа покидает тело. Задумайтесь, уважаемые братья, о переходе к смерти, когда смотрите на могилы. О, Господь, помилуй нас. О, Аллах, помилуй нас. О, Аллах, смилуйся над нами. Посмотрите на могилы, мои братья. Как они вам? Самые великие бизнесмены скрыты под землей. Короли тоже под землей. Где амиры? Под землей. Для них все кончено. Ля-иляха-илля-ллах. Если мы приведем тебя на кладбище и спросим, где могилы королей, амиров и богачей? А где могилы бедняков? Они никак не отличаются друг от друга. Все уже закончилось. Уважаемый брат, любимый брат, ей-богу, как часто мы ходим надменно и горделиво. Как мы можем гордиться и проявлять высокомерие, когда завтра окажемся под землей? Как часто, уважаемые мои братья, мы смотрим на наши знания, на нашу религию, на наши бороды, на наши короткие рубашки, а завтра ты уже будешь под землей. Как часто мы смотрим на нашу национальность, на то, что мы являемся гражданами королевства Саудовской Аравии, земли единобожия и веры, страны двух святынь, Мекки и Медины. А сколько людей, находившихся рядом с заповедной мечетью, попали в огонь гиены? Первый из них – Абу-Ляха. Если кто-то из страны двух святынь, это не значит, что он – валиюллах. Не высокомерничай. Удержи себя от этого. Прояви скромность перед твоим Господом. Ты мискин. Возможно, это высокомерие, которое проникло в твою душу, лишит тебя милости Аллаха после того, как она подойдет к тебе. Простой друг может лишить тебя всего. Высокомерие – все разрушить, а запретный взгляд привести к доказанию. Наш праотец вышел из рая всего лишь из-за одного проступка. Он просто поел с одного дерева, и все. Вышел из рая. Мы должны постоянно переживать о смерти. Если вы хотите вспомнить о ней, отправляйтесь на кладбище. И необходимо, братья мои, и послушайте меня как следует. Братья мои и сестры, мы абсолютно небрежны в мыслях о смерти. Мы вспоминаем о смерти только на лекциях и уроках. Нет. Необходимо, чтобы смерть всегда была с нами. Мы должны опровергнуть идею того, что смерть делает человека несчастным и портит жизнь. Более того, уважаемые братья, мы должны достичь такой стадии, что когда перед нами будут говорить о смерти на свадьбе, это будет для нас нормально. Если о смерти говорят на празднике, мы примем это. Некоторые люди удивляются и говорят, «Как это? Это нас расстроит и опечалит. Смерть не расстраивает. Смерть воспитывает. Мы сейчас упоминаем о смерти просто для того, чтобы воспитаться». Вы думаете, что ваш посланник да благословит его Аллах приветствует? Хоть на мгновение забывал о смерти, он не забывал о смерти. Вместе с этим он ел, пил, сидел со своими женами, шутил с Аишей, играл с внуками, Аль-Хасаном и Аль-Хусейном, а сам думал о смерти. Он помнил о смерти, помнил, что она наступит, да благословит его Аллах и приветствует. Смерть не портит свадьбу, праздники и празднества. Смерть дисциплинирует, смерть направляет нас. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, наш образец для подражания. Говорил об адском огне в день праздника. Не просто о смерти, а об огне. Он сказал о женщинах, «Поистине я видел, что вы составляете большинство обитателей огня». Как это? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, Что, портит женщинам настроение в праздничный день? Нет. Он знал, что напоминание о смерти, напоминание об огне, все это нужно для исправления души. Что смерть неизбежна, что ад неизбежен. Он сказал, что обязательно надо будет пройти мимо огня. При этом нет гарантии, что человек уйдет от него. О Аллах, приведи нас к Твоему раю без наказаний и расчета. И выведи нас от огня быстро. Любимые мои в Аллахе братья, эту смерть мы не должны обсуждать просто на лекции и все. Мы должны постоянно думать о ней и вспоминать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Раньше я запрещал вам посещать могилы, но отныне посещайте их. Поистине они напоминают вам об Ахирате». Когда в последний раз мы ходили на кладбище? Когда в последний раз мы пошли на кладбище? Возможно, кто-то из нас в принципе знает кладбище только потому, что умер кто-то из его родственников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Посещайте их». Не просто так ходите, когда провожаете своих родственников, а посещайте их, посещайте кладбище. Меня печалит, когда я вижу людей в пророческой Медине, которые посещают могилу Хамзы, ничего при этом не чувствуя. Они ходят на могилу Хамзы и пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже не вспоминая при этом о смерти. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, посещайте их, ибо могилы напомнят вам об Ахирате. Когда мы идем на могилу Хамзы в Медине, мы должны вспоминать об Ахирате. И чтобы надушенная в макияже женщина не подходила к могиле Хамзы. А когда приходит человек из организации по побуждению к одобряемому и запрещению порицаемого, и обращается к кому-то из них, ему говорят, это спорный вопрос. Женщине иногда разрешается посещать могилы. Брат, мы говорим не о том, чтобы женщины приходили на могилы. Мы говорим о том, что могилы напоминают об Ахирате. Так вспоминаем ли мы об Ахирате, когда посещаем могилу Хамзы? Если мы пойдем к шахидам битвы при Ухуде, если подойдем к шахидам битвы при Бадре, если посетим могилу пророка да благословит его Аллах и приветствует Абу Бакра и Умара, вспомним ли мы об Ахирате, братья мои? Иногда мы видим свою беспечность даже на кладбище. Ты видишь, как когда один из родственников умирает, все начинают орать у могилы. Положи его на правый бок, поверни его, чуть-чуть вперед, давай назад. Вспомни об Ахирате. Оставьте в покое мертвеца. Вспомни о смерти. Представь, что это ты сейчас в могиле. Ты можешь найти людей, которые наблюдают за тем, правильно ли кого-то хоронят. Если у могилы он стоит и просто наблюдает, то о чем он будет думать на рынках? Даже если у могилы мы просто наблюдаем, хороним, чтобы люди смотрели, повышаем голос, чтобы все поняли, что мы были на джаназе такого-то, и чтобы нас за это похвалили на собраниях. Братья мои, смерть – это назидание. Так задумайся. Задумайся, когда спускаешься в эту могилу. Умар ибноль Хаттаб вырыл себе могилу у себя дома. Прямо дома. Каждый раз, как наступала ночь, он спускался в нее, затем брал себя за бороду, тянул за нее и говорил «Горе тебе, Умар». А кто из нас говорит себе «Горе мне?» Горе мне, если я встречусь с Аллахом. Горе мне, какие дела я приготовил к этой встрече. Горе мне, если я не был правдив в том, что говорил. Горе мне от Аллаха. Сколько раз я делал что-то напоказ. Горе мне от Аллаха. Сколько раз я лицемерил. Горе мне, когда я не делал намаз. О, горе мне. Кто из нас говорит это так, как Умар ибноль Хаттаб, да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Некоторые наши праведные предшественники, чтобы не забыть о смерти, клали у себя дома саван. А сегодня, братья, если кто-то положит у себя дома саван, люди скажут, что это сумасшедший. Некоторые праведные предшественники клали дома саван. Они не хотели забыть о смерти, хотя у них было мало грехов, мало беспечности. Их рынки были чистыми. Несмотря на все это, они ставили саван у себя дома. Каждый раз, как такой человек видел саван, он начинал ощущать смирение перед Аллахом в своем сердце. Один из праведных салифов зашел к своему другу и увидел у него дома погребальные носилки. Не просто саван, а погребальные носилки, о которых переносят трупы. Он сказал другу, «Зачем это тебе о такой-то?» Тот ответил, «Просто посмотри на них, они словно обращаются к тебе. Эти носилки говорят с тобой?» Он спросил, «И что же они мне говорят?» Он ответил, «Носилки говорят тебе». Вспомни и задумайся. Носилки всегда обращаются к тебе. Саван говорит тебе. Могила говорит. Каждый день могила говорит. Господи, помилуй нас. Чувствуем ли мы сейчас, братья? Мы с вами. Чувствуем ли мы сейчас, что мы в могилах? Представьте себе, что вы умерли вчера и сегодня мы не пришли на лекцию. Мы с вами сейчас в могилах. Как я себя чувствую? Что мы делали вчера? Какие дела мы с собой забрали? Сколько вражды было между нами и другими людьми? Есть грехи, от которых мы покаялись сегодня. Хорошо. А если ты умер еще вчера? Есть грехи, от которых мы еще не покаялись. Так что было бы, если я и вы сейчас оказались бы в могилах? Сегодня бы мы не молились фаджр, зухр, аср намазы. Все бы уже закончилось. Во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было два сподвижника. Два брата, которые дружили друг с другом. Один из них пошел на джихад и пал шахидом. А второй жил после него еще год, а потом умер у себя дома. И кому-то приснилось, что второй достиг более высокой степени, чем первый. Люди пошли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросили, как такое могло присниться? Тот первый же умер как шахид, а второй умер у себя дома. Так как же второй может получить более высокую степень, чем первый? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, сколько второй жил после смерти первого? Ему ответили, один год. Он ответил, за этот год он постился в Рамадане. И сколько намазов он сделал, сколько он совершил благих дел. За счет этого он и поднялся выше. Если бы мы с вами умерли вчера, мы бы не смогли присутствовать на этой лекции. Если бы мы с вами умерли неделю назад Или до Рамадана. А сколько любимых нам людей умерло до Рамадана? Наших братьев в Аллахе. Они умерли до Рамадана. Представьте, что мы не застали Рамадан. Представьте сейчас, что черви изъедают твои глаза и уши, что мы с вами сейчас в могилах, мертвые. Представь, брат мой, представь, сестра моя, представьте себе, о, потомки Адама, наш исход. Это та яма с червями. Мы лежим там в одиночестве. И каждый день могила зовет нас. Каждый раз, как проходишь мимо кладбища, посмотри на могилу и задумайся, как она говорит тебе. Могила обращается к тебе. Ты сейчас, маша Аллах, живешь в мебелированной квартире или в большой вилле, или живешь вместе со своими коллегами. Когда ты спишь, твой брат спит где-то рядом, или твоя жена, или твои дети. Ты можешь спать только с кондиционером. А могила говорит каждый день, иди сюда, ты, по-моему, опаздываешь. У меня один мрак, света нет. Ты будешь спать вместе с червями. Так иди же сюда, уважаемые братья. Подготовились ли мы к этим мгновениям? Давайте посмотрим, как герои, которые всегда думали о Всевышнем Аллахе, покидали эту дунью. Муаз ибн Джабаль отправился в Йемен, затем пошел в Шам, участвовал в завоевании Шама, когда халифом был Абу Бакр Ас-Сыдди. И потом он заболел чумой во время правления Умара. И он умер шахидом. И он, и его сын Абдур-Рахман. Его могила и могила Абдур-Рахмана находятся рядом друг с другом. И оба они умерли от чумы. Когда началась эпидемия чумы, люди каждый день прощались с десятками умерших. Человек мог хоронить своего друга и думать, возможно, сегодня ночью я не буду спать среди живых. Болезнь распространялась быстро. Умер Абу Убейда. За ним последовал Муаз ибн Джабаль. Все происходило стремительно. Когда Муаз ибн Джабаль понял, что умрет, он возвысил свой голос, обращаясь к своему Господу. О, Аллах, сделай благой нашу кончину. Муаз сказал, о, Аллах, души, сдави меня. О, Аллах, поистине я боялся Тебя. А сегодня я надеюсь на Тебя. Сегодня я надеюсь на Тебя. У меня нет никого, кроме Тебя, о, Аллах. Раньше я в основном боялся Тебя. А сейчас Твоя милость ближе ко мне, чем Твое наказание. О, Аллах, поистине я боялся Тебя. А сегодня я надеюсь на Тебя. О, Аллах, Тебе было ведомо, что я любил Дунью не за посадку деревьев и прокладку рек, а за то, чтобы терпеть часы и жажду в полуденный зной и присутствовать на образовательных собраниях ученых. После этого Муаз покинул эту Дунью. Каким был их конец? Вот Беляль ибн Рабах. Он смотрел на свою жену, когда переживал предсмертную агонию. Жена говорила, о, какая печаль, а он говорил, нет, какая радость. И Беляль покидает эту Дунью, чтобы отправиться к милосердному Господу. И пророк, да благословит его Аллах, приветствует, слышал звуки от его сандалий перед собой в раю. Да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Вот Ибрагим, когда наступил его срок, он заплакал. Те люди осознавали, что означает смерть. Ему сказали, да помилует тебя Аллах. Почему ты плачешь? Он ответил, разве вы не знаете? Я ожидаю посланника, который сообщит мне либо о рае, либо абаде. Я сейчас нуждаюсь. Я сейчас нахожусь в состоянии ожидания. Смерть значит, что я попаду в рай или в ад. Смерть означает, что придут или ангелы милости, или ангелы наказания. Смерть означает, что будет передана либо благая, либо скверная весть. Вот Ибн-Уль-Мубарак, когда приблизилась его смерть, когда душа начала выходить из тела, он засмеялся, а потом сказал. Потом он испустил дух. Он видел что-то, чего не видели мы. Он словно говорил людям, я что-то увидел. Так трудитесь ради этого. Ради такого пусть трудятся труженики. Вот Аль-Макмун, халиф. Он правил и руководил, властвовал, приказывал и запрещал. Сажал в тюрьмы и выпускал из них. Руководил уммой. Люди прислушивались к его словам. Он ходил в свои походы. Его охраняли армии и отряды. И спал он только при охране. Когда же он понял, что сейчас умрет, он сказал, постелите мне пепел. Истина начала показываться ему перед смертью. Посмотрите, как мы сейчас гордимся. Все пыжатся друг перед другом. Но если кому-то из нас скажут, что ты можешь умереть сегодня ночью, что у тебя такая-то болезнь, мы будем верхом скромности и смирения. Мы беспечны по отношению к смерти. И потеряли много адабов Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Адабы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, могут быть только у обладателей смиренных сердец. Но стоит тебе хоть чуть-чуть возгордиться, как наступает обольщение, и Аллах изгоняет тебя от сунны. Тогда от сунны у тебя останутся лишь явные движения. Ты подносишь руки к ушам и кладешь их на грудь. Что касается сердца, то оно будет далеко от сунны, когда бы тебе в душу не запала частица высокомерия. Но когда пропадает высокомерие? Когда мы вспоминаем о смерти. Аль-Ма'мун, который правил, заключал в тюрьмы, изгонял, требовал отчета у Ахмада ибн Хамбаля, поместил его в тюрьму. Но он все же был мусульманином. Когда к нему подступила смерть, он сказал, «Постелите мне сейчас пепел. Я не хочу красивую одежду. Я не хочу глаженную или надушенную одежду». Он говорит, «Просто положите меня на пепел, чтобы мое лицо и тело почернели до того, как я встречусь со своим Господом». Когда же они постелили ему пепел? И он лег на него, он сказал, «О, Аллах! Братья мои, как мы нуждаемся в том, чтобы встать рядом с теми, кто покинул Дунью в таких положениях, чтобы узнать об их опыте, подобного которому у нас нет. Один из праведных салифов стоял рядом со своим отцом, у которого душа то входила, то выходила». Он спросил, «Отец мой, и как тебе смерть?» Он ответил, «Сын мой, она сильнее ударов меча и пилы». Душа выходит тяжело, потому что твоя душа выходит из каждой клетки, из всех клеток твоего тела. Если тебя ударят по руке, тебе будет больно. Так что будет, когда каждая клетка твоего тела испытает боль? Ведь душа выходит из всех клеток твоего организма. Если твоя душа наслаждалась грехом и ослушанием Аллаха, мы забрасываем тебя камнями. И так же, когда душа выходит, она выходит из каждой клетки. Это означает, что каждая клетка тела изначально живет по понятиям этой души. Когда выходит душа, все клетки тела страдают от этого. Но шахид ощущает смерть, как укус. О, Аллах, даруй нам смерть шахида на твоем пути. Итак, уважаемые мои братья, есть определенные положения после смерти, которые Всевышний Аллах упомянул в своей книге. Послушайте, что говорит Всевышний Аллах о том, что будет после смерти. Давайте, братья мои, давайте, сестры мои, все мы сейчас должны представить себе, что мы уже покинули Дунью. Сейчас Аллах разъясняет нам, в каком положении мы окажемся. Братья, все мы, все, всем нам сейчас необходимо представить, что нас уже похоронили и что наша история в этой Дуньи завершена. Послушайте, что Аллах говорит о положении людей после смерти. И мы просим Аллаха проявить доброту к нам. Брат, я зову тебя по имени. Сестра, я обращаюсь к тебе по имени. Вы знаете этот аят. Он для меня и для вас. Я прошу вас, прошу вас прочувствовать. Если кто-то может представлять, только с закрытыми глазами, пусть закроет глаза и представляет. Это обращение для меня и для тебя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клянусь Аллахом, мы пребываем в беспечности. Если бы кто-то из нас прочувствовал все это, я не говорю, что он тогда прекратит прелюбодействовать или заниматься ростовщичеством. Нет, нет. Клянусь Аллахом, если бы мы прочувствовали эти вещи, мы бы не делали даже те дела, которые разрешены, но которые нам не нужны. Клянусь Великим Аллахом, если к нам, братья, придет ощущение того, что от нас требуется, клянусь Аллахом, тогда даже прогулку мы с двух часов сократим до одного. Вместо того, чтобы играть в футбол час, я буду играть полчаса. Вместо того, чтобы играть в плейстейшн час, я буду играть 15 минут. Этого достаточно. Достаточно. Хватит. Мы не будем растягивать. Мы не будем слишком глубоко погружаться в дунью. Клянусь Аллахом, после смерти нас ждут тяжкие явления. Братья мои, все, о чем мы с вами говорили, это истина. Это сказал Аллах. Мы увидим это все собственными глазами. Мы будем переживать эти зрелища. Мы увидим. Если окажемся из числа обитателей рая, о Аллах, сделай нас из числа райских обитателей. Тогда мы увидим обитателей огня. Как они забывают? Братья мои, после смерти будут разные события, явления, истины, о которых упомянул Всевышний Аллах. Так задумайся вместе со мной над словами Всевышнего Аллаха. Субтитры сделал DimaTorzok. Задумайтесь над этим. Если сейчас одного из вас спросят, какая у тебя мечта? Он ответит, дом, жена, много детей. Я хочу машину, хочу хорошую работу. Хочу, чтобы Аллах наделил меня огромными деньгами. Но при смерти он говорит. Хорошо, но для чего? Все. Я стану соблюдающим мусульманином. Я стану шейхом. Стану проповедником. Стану имамом. Стану хафидом Корана. Я буду получать исламские знания. Буду давать лекции. Просто дайте мне маленькую отсрочку. Господи, дай мне отсрочку. Тогда и выявятся истины. Он скажет, Господи, верни меня обратно. Не для того, чтобы строить дом. Я стану совершать праведные поступки. Господи, верни меня обратно. Не для того, чтобы играть в PlayStation, а просто совершать праведные дела. Не ради той женщины, которая украшает себя, а для праведных дел. Сколько сейчас у нас есть забот, которые не дают нам спать. Вот один человек говорит, я весь в заботах, по ночам не сплю. Почему? У меня нет работы. Вспомни о смерти. Другой говорит, я весь в заботах. Почему? Он говорит, болею такой-то болезнью. Вспомни о смерти. Пусть вся эта дунья не заставляет тебя переживать из-за нее. Есть смерть. Все имеет свой конец. Печаль об отсутствии работы когда-то кончится. Заботы о браке закончатся. Печали из-за болезни закончатся. Нет такого человека, которого опускают в могилу, а он в это время страдает от рака, спида или другой болезни, которая у него была при жизни. Наоборот, его помещают в могилу, и он радуется тому, что отделился от этой дуньи. Смерть будет покоем и отдыхом, если ты подготовишь что-то для своего ахирата. Или же она будет несчастьем и наказанием, если ты будешь отвлекаться на свою болезнь, работу, жену, мужа, детей, дунью, дом, имущество и должность за счет мыслей о могиле. Посмотрите на слова Всевышнего Аллаха, и он говорит о том, что наступит после смерти. Сегодня мы проспали утренний намаз, но кто сказал о горе мне? Сегодня мы слушаем музыку, но кто скажет о горе мне? Кто сегодня позлословил о ком-то и сказал о горе мне, если бы я не злословил на него? Кто из нас сегодня разглядывал запретную для него женщину, а потом сказал о горе мне? Раньше память была чистой, в ней не было фотографий женщин, а сейчас мы ее запачкали. О горе нам, что если бы это было показано перед Аллахом? Горе нам, если бы эту память в мозгу открыли перед моим Господом? Вот было бы позорище. О если бы мы не заходили на такой-то рынок, не видели такие-то виды. О если бы мы не смотрели такое-то видео. что-то мне говорит на здесь море- «О Аллах! Сегодня ты идешь с кем-то, он громко включает музыку, ты говоришь «побойся Аллаха», а он показывает тебе рукой «отойди!» Ты идешь мимо женщин без хиджаба, и она говорит тебе «какое тебе дело? Почему ты даешь мне какие-то советы?» Если бы мы извлекли мертвых из их могил, о Аллах! Мертвец бы сказал «о если бы я не возгордился перед знамениями Аллаха, проповедями, лекциями, уроками!» «О если бы я не проявлял высокомерие, когда меня увещевал даже грешник!» «О если бы я не проявлял высокомерие, когда девочка долго и презрительно смотрела на меня, потому что у меня в руке была сигарета!» «О если бы я не проявлял высокомерие перед тем юношей, который запрещал мне совершать те грехи!» Но в Судный день вся истина станет очевидной. Послушайте слова Всевышнего Аллаха. Те, которые слушали песни, те, которые прелюбодействовали, те, которые пожирали лихву, те, которые не подчинялись Аллаху, те, которые просыпали намаз. Чего они хотят? Они взывают к Всевышнему Аллаху в день, когда увидят все истины. «О Аллах, будь добр к нам! О наймилостивейший из милостивых! О Господь! Господь! Господь, помилуй нас и не вверяй нас самим себе даже на мгновение! «Онзир الناس يوم يأتيهم العذاب, فيقول الذين ظلموا ربنا, 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 ربنا! أخيرنا إلى أجل قريب! نجب دعواتك! نجب دعواتك! نجب دعواتك! «О Аллах! Почему же нам не ответить на него, пока мы в здравии? Почему бы нам не ответить на него сегодня, братья? Почему бы не ответить сейчас? Если я знаю, что у меня дома харам, и не убираю его, если это у меня в кармане, и я не вытаскиваю это, если я не стираю видео на своем телефоне, если я не удаляю те видео, которые просматриваю каждый день, если женщина выщипывает брови и не может остановиться, предоставь нам отсрочку! Предоставь нам отсрочку! Что вы будете делать? Смотреть матчи? Смотреть фильмы? Постройте дома? نجب دعواتك! ونطبئ الرسول! أولم تكونوا أقسمتم من قبل! ما لكم من زوال! وسكنتم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم! وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال! О, الله! Некоторые люди отправляются в Шам, идут там на Мертвое море, другие видят Мертвое море на своих экранах, слушают что-то о Мертвом море, и до сих пор распространены взгляды на безбородых юношей и деяния народа люто, совершение этих мерзостей. الله говорит, وسكنتم في مساكين الذين ظلموا أنفسهم! وتبين! وتبين! وتبين لكم كيف فعلنا بهم! الله говорит, يَعَجِدُونَ لِلُّتَ تَقْتَ اتَّقْتَ وِنَرَوْدَ تَقْتَ وَسَنْرَوَنَ ثَامُد تَكْتَ وَسْنَرَوْمَ بِكَاتْتَ يَعَجِمُنَي مِّنَ جنبًا ويقِدَي صَهْرَهِ ويُقِلَرِ حُرَزَي قِبْنِي ويَعَجِدِي وَرْجَنَوُوا ويَدَي وَوَرَرَي فَرَيْمِنَكَ это продолжали их дела как это братья мои вы слышали эти слова этот аят представьте себе что мы с вами умерли причем умерли на грехе или с нами есть какой-то грех у нас в кармане грех хотя до нас дошли эти слова я заклинаю вас аллахом если у вас ответ ответьте аллаху давайте ответим аллаху если аллах уже сказал нам эти свои слова вы обитали в жилищах тех которые были несправедливы к себе вам было ясно как мы поступили с ними представьте что аллах обращается к нам сейчас и комми оба не а там а лат а ободу шейта что мы скажем нашему господу что мы скажем ему когда аллах спросит нас представь себе брат представь себе сестра давайте представим что мы сейчас в мире барзаха мы мертвы аллах задал нам этот вопрос что мы скажем нашему господу как мы ответим аллаху братья мои после смерти будут удивительные вещи фаллау анна и дамит на турик на лаканал мауту раха ту кулли хайин варакин на и дамит на абу изна ванус алю баадаху анкулли шейин готовы ли мы к тому чтобы быть спрошенными за все ты будешь спрошен за свои запретные взгляды за лицемерие готовы ли мы быть спрошенными за высокомерие злословие сплетни ложь обман за то запретное что мы сделали грехи которые мы совершали за сегодня в понедельник сегодня дела будут вознесены к аллаху наши дела будут представлены перед аллахом и что же перед ним будет представлено что будет вознесено какие из твоих дел были вознесены сегодня к аллаху фаджр намаз джаматом зухр аср магриб айша намазы джаматом что еще вознеслось к аллаху дополнительные намазы чтение корана что будет представлено перед аллахом сегодня курение Фильмы, сериалы, матчи, сплетни, песни. Так что же будет представлено перед Аллахом? Каждый понедельник деяния возносится к Всевышнему Аллаху. И Он прощает своим созданием, кроме враждующих и мушриков. И ежедневно дела представляются перед Аллахом. Дважды. На фажр и на аср. На фажр показываются твои дела, что ты делал ночью. А на аср показываются твои дела, что ты делал днем. Ежедневно наши дела возносятся и показываются. Клянусь Аллахом, мы не сможем ответить даже на один вопрос Аллаха. Прости нас, Господи. Прости нас, о Аллах. Клянусь Аллахом, даже на один из вопросов Аллаха мы не можем дать ответ. Все это будет после смерти. Клянусь Аллахом, мы пребываем в полной беспечности. Посмотрите на все эти преступления и грехи. Злословие, обман. Например, сейчас ты ругаешь правительство или правителя. Это не злословие? Но мы спокойно об этом говорим. Каждый говорит о таком-то министре. Министр транспорта такой-то. Министр нефти такой-то. Один из представителей организации по побуждению к одобряемому такой-то. В таком-то учителе такие-то и такие-то недостатки. Мой начальник на работе такой-то. О Аллах, если бы мы просто задумались о смерти. Что будет после смерти? Какая разница, что я думаю о людях? Что люди думают обо мне? Мне бы заняться Аллахом. Дайте мне заняться моими отношениями с Аллахом. Пусть люди допускают по отношению ко мне какие-то ошибки. Главное, что я не буду допускать ошибок по отношению к ним. Пусть в судный день я буду требовать с них свои права. Главное, чтобы люди не приходили и ничего не требовали у меня. Клянусь Аллахом, если бы вспомнили о том, что будет после смерти, мы бы вышли на прямой путь. Как часто мы сидим на собраниях просто для того, чтобы покритиковать людей. Критиковать какого-то шейха, такого-то дааватчика, такого-то правителя, такого-то амира. Критикуй самого себя. У тебя есть свои проблемы. Катастрофы, преступления, нечестие, ослушание Аллаха, беспечность и забытье. Обращай внимание на себя. Проснись, проснись. Ты же предстанешь перед Аллахом. Встанешь перед Господом миров. Если бы мы задумались о смерти, о ее ужасах, о том, что будет потом, клянусь Аллахом, мы бы занялись своими недостатками, а не недостатками всех остальных людей. Зачем мне говорить такой-то несправедливый? Это я несправедлив. Зачем мне говорить такой-то лжец? Это я лжец. У меня есть свои беды и проблемы. И мне лучше заняться самим собой, дисциплинировать себя, приводить себя в порядок, готовить свое сердце, украшать свою душу, а потом идти к Всевышнему Аллаху. Каждый, кто ошибся, будет отчитан перед Господом миров. А от меня требуется даава и дуа. Задумайтесь, любимые мои в Аллахе, о словах Всевышнего Аллаха. Друг мой, друг мой, где ты, мой любимый друг? Сколько у нас друзей? Если мы задумаемся о том, что будет после смерти, клянусь Аллахом, мы изменим многих наших друзей. Если мы вспомним о том, что будет после смерти, мы изменим многих наших друзей. Многих. О Аллах, сделай нас из их числа. О Аллах, сделай нас из них. О Аллах, сделай нас из них. Ибн Аббас говорит, один друг побуждал другого к совершению грехов. И вот, один из любящих друзей умер и сказал в своей могиле, О Аллах, поистине такой-то, приближал ко мне грехи и отдалял меня от поклонения. О Аллах, присоедини его ко мне в огне. Так, когда-то любящие друзья становятся врагами. Любящий друг, а не просто друг. Между ними есть любовь. Они готовы всем жертвовать друг для друга. Но в могиле он будет проклинать своего друга, который был у него в Дунье, и делать дуа против него. О Аллах, о Аллах. Так что будет, если группа молодежи вместе слушают песни, вместе прелюбодействуют, совершают мерзости вместе и умирают в одной аварии? Вражда между ними будет еще сильнее и неприятнее. Братья мои, мы вспоминаем о том, что будет после смерти, чтобы исправить то, что до смерти. Проницательный человек — это тот, кто отчитал себя и работал на то, что будет после смерти. Любимые мои в Аллахе, братья и сестры. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проходил мимо недавно сделанной могилы и сказал, два быстрых ракаата, дополнительные молитвы, которыми вы пренебрегаете, увеличат его деяния настолько, что они более любимы для него, чем остальная ваша Дунья. Любимый пророк учит нас. Представь, что тебя похоронили. Ты в могиле, и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит тебе, когда ты уже похоронен, тебе будет казаться, что два ракаата лучше, чем вся Дунья. Что нас сегодня отвлекает от Аллаха? Дунья. Один хочет должность, другой машину, третий жену. Эта жена говорит ему, ты не выполняешь мои права, дети хотят, наконец, выйти из дома, мы хотим, как другие люди, поехать куда-нибудь за пределы Саудии. Но когда их всех, которые что-то требовали в Дуньи, опустят в могилу, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, два быстрых, легких ракаата, которыми вы пренебрегаете, и они относятся к дополнительным намазам, а не к обязательным. Он говорит, они увеличивают его деяния так, что станут более любимы для него, чем вся остальная ваша Дунья. Одного человека видели во сне, и он сказал, и в сновидениях можно усматривать благие предзнаменования, но нельзя брать от них шариатские положения. Одного праведника увидели во сне, и он сказал тому, кто его увидел, мы сожалеем по поводу одного великого дела. Тот спросил, и что это за дело? Он сказал, что мы знали, но не делали. И вы тоже знаете, но не делайте. Клянусь Аллахом, один тасбих или два, один ракаат или два, на свитке одного из нас более любимый для него, чем Дунья и все, что в ней. Братья мои, видели ли вы то, что наступит после смерти? Все эти требования, посмотрите, мы сейчас, через некоторое время, когда кончится лекция, все мы встанем и уйдем, не сделав сунну, айша намаза. Но если мы всегда будем помнить о смерти, тогда нет, брат. Эти два ракаата мне дороже, чем встреча с братом, дороже, чем сон. Лучше, чем если я буду сидеть со своей женой и детьми. Лучше, чем то, что я буду ужинать. Просто два ракаата, потому что именно они пригодятся мне в могиле. Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах. И послушайте, братья мои, послушайте, мы допускаем упущение в посещении могил. Вот Али ибн Аби Талиб идет на кладбище, а мы туда не ходим. Он проходил мимо кладбища и сказал, О Аллах, посмотрите на могилы, братья мои. Представьте сейчас вместе со мной, что перед вами кладбище. Спокойствие, тишина, ничего нет. Но клянусь Аллахом, под землей все не так. Под землей происходят разные беды и несчастья. Мы видим только то, что сверху, а не то, что внизу. Всевышний Аллах сказал, но нет, книга грешников находится в сиджине. Ученые сказали, сиджин – это сиджин, тюрьма под землей. Сиджин – это тюрьма под землей для грешников. О Аллах, не делай нас из их числа. Али проходил мимо могилы и сказал, О лежащие в могилах, расскажите нам ваши новости. Затем он замолчал. Ответа не было. Хотя обитатели могил слышали его. Он продолжил, мы знаем ваши новости. Ваше имущество было поделено. В ваших домах живут другие люди, а ваши жены снова замужем. Затем он заплакал. И ради этого-то мы отвлекаемся от Аллаха. Все эти дома, имущество, все, все, когда я оставил его, оно куда-то ушло. И Али ибн Абит Талиб, да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным, заплакал. После чего произнес, а какие наши новости о вас? Мы сообщили вам то, что случилось после вашей смерти. А каковы наши вести? Сообщите нам. Что вы там видели, чтобы предупредить нас? Что вы можете рассказать нам? Он замолчал, а потом сказал. Если бы они ответили, они бы сказали Али ибн Абит Талиб обучает вас, братья мои. Он учит нас. Он говорит, знаете, если бы мертвые заговорили, они бы сказали, клянемся Аллахом, мы обнаружили, что лучшая провизия это богобоязненность. Занимайтесь просто богобоязненностью. Это та провизия, которая поможет нам в наших могилах. Что такое богобоязненность? Если я один в доме, я не должен грешить. Кто-то отправил мне на WhatsApp или в Facebook какие-то фотографии, и я не смотрю на них, и сразу же удаляю. Если я зашел на свой e-mail и увидел что-то, чего я не знаю, я сразу же удалю это. Если я зашел на YouTube, я буду смотреть только то, в чем будет покорность Аллаху и приближение к Нему. Если тебе не нужен YouTube, выключи его. Не говори, попробую-ка я что-нибудь посмотреть. Это и будет таква. Таква – это когда у кого-то горячая кастрюля, и он берет ее ухватками, переставляет эту горячую кастрюлю на другое место. Так же и когда огонь перед тобой. Поставь между ним и тобой какую-нибудь защиту. Не открывай все подряд. Не смотри на все подряд. Не слушай все подряд. Не кидай взгляды, куда попало. Будь осторожен. Защищайся. Как будто ты ходишь по земле, где есть колючки, и ставишь ногу только туда, где колючек нет. Так будь осторожен, о раб Аллаха, и бойся Всевышнего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok